Слава Богу, братья и сестры! И так же оно существует и в жизни некоторых людей из нашей церкви. И то, что я буду говорить о сегодня, оно не будет адресовано почти ко всем людям, оно может только быть адресовано к некоторым людям, которые здесь сидят. Не так давно сестра моей близкой подруги покончила жизнь самоубийством. Ей было 15 лет, и она повесилась в козлете. Ее родители несколько дней просили, чтобы не трогали ее тело, и они молились, чтобы Бог ее воскресил. Также у нас другой был в Москве еще один парень, который тоже повесился несколько лет назад. Моего отца близкий друг, великий проповедник, он очень известный в баптистской организации. Его сын, он связался с неправильными людьми и был застрелен не так давно. И так же мой друг, которым я работал, даже Мирча его знает, он был сильным наркоманом, и не так давно он умер. Не знаю точно из-за этого или у него еще была болезнь, но ему было 20 с лишним лет, он так же умер. Все эти люди, они покинули этот мир с большой болью внутри. Вот эта темная, знаете, темная тяжелая реальность, которая у них была, ее так и никто не понял в этом мире. И вот эта вся борьба, которая у них была внутренняя, все эти переживания, они привели к тому, что их жизнь закончилась преждевременно. И я уверен, что в последние минуты их жизни они чувствовали себя очень сильно одинокими. И они чувствовали, что они и так и не были понятными этим миром. Я разговаривал с большинством этими людьми, и они мне, они все произошли с христианских семей. И когда я их ближе узнал, то они мне рассказывали, рассказывали о своей боли. И они с болью рассказывали мне о своих родителях, и особенно о своем отце. Но зная их отцов, большинство из их отцов, я знаю, что эти отцы, они были бы готовы пойти бы и сами бы умереть за своих детей. Но, к сожалению, вышло как вышло. Я разговаривал с многими наркоманами, с алкоголиками, с женщинами, которые ведут сексуальную беспорядочность. И они мне все, без исключения, говорили об одном и том же. Они говорили о том, что у них не хватает отцовской любви. Они говорили о том, что они чувствуют, что их отец их не любит. И я понимаю, что я не в положении говорить об отцовстве. Я сам еще не отец. Но я хочу с вами поговорить как сын. Наша жизнь, она полна проблем. И эти проблемы с возрастом, они меняются, они развиваются. И мы уже начинаем понимать, как с этими проблемами бороться. Но в тот момент, когда эти проблемы случаются у нас, то для нас они кажутся самыми трудными проблемами, которые могут существовать в этом мире. Но со временем мы учимся, как их решать, мы учимся, как с ними исправляться. И для нас они уже кажутся не такими сложными. И у нас появляются новые проблемы, которые трудные, которые нам кажутся самыми тяжелыми проблемами в этом мире. Но наше младшее поколение, оно проходит через те же проблемы, которые мы когда-то проходили. И для них эти проблемы кажутся самыми тяжелыми на этой земле. И они нуждаются в нас, в старшем поколении, чтобы мы их подсказывали им, как правильно вести, как правильно с этими проблемами связываться, как их решать. И чтобы мы им также давали поддержку, когда они проходят через эту проблему. И для этого Бог нам дал наших родителей, чтобы они... Потому что они, наши родители, они самые сильно похожи на нас, детей. Они нас родили, мы произошли из ихних тел. И со временем, когда мы начинаем уже взрослеть, то мы понимаем, что мы и есть наши родители. Наши привычки, наши взгляды, мирозрение, как мы даже выглядим, оно похоже на наших родителей. И поэтому родители — это те люди, которые самым могут хорошо помочь нам. Потому что, скорее всего, то, через что мы проходили, через то, что наши родители проходили, то, скорее всего, и мы проходим. То, скорее всего, наши дети проходят. Но мы понимаем, что у мужчин и у женщин у нас разные потребства. И у нас разные нужды на этой земле. И мы проходим через разные переживания. Потому что у нас разные функции на этой земле. Давайте прочитаем Евстианам 5 главу 2 стиха. Жены, повинуйте своим мужьям, как Господу, потому что муж ее — глава жены, как и Христос — глава церкви. И он же — спаситель тела. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал ее к себе за нее. Здесь Павел объясняет семейную динамику. И здесь он рассказывает потребности женщины и потребности мужчины. Для женщины мы понимаем, мы все знаем, что для женщины потребность ее, самое главное, — это любовь, это ласка, это забота. Это то, чтобы она чувствовала себя желаемой. Для мужчины самая главная потребность — это уважение. Для мужчины не так важно любят его. Ему самое главное, чтобы его уважали. И это изглавляется для него самой главной потребностью. Эдцы, вы являетесь первой мужчиной, в которую ваша дочь влюбляется. Вы являетесь первой мужчиной, с которой ваша дочь имеет близкие отношения на этой земле. И то, как вы с ней будете поступать, будет зависеть ее будущее. Вы являетесь первым мужчиной, на который ваш сын смотрит. И он смотрит для примера, что такое быть настоящим мужчиной. И вы являетесь для него первым примером на этой земле. И когда маленькие дети, они находятся дома, то для них все кажется просто, все у них кажется безопасно. Но когда они выходят в этот мир, то они понимают, что не все просто и не все безопасно. Им нужно уже решать всякие проблемы, им нужно делать уже решения. Им нужно как-то вписываться в общество. Потому что они хотят, чтобы их любили, они хотят, чтобы их уважали. И они используют то, чем они были научены дома, они используют это в этом мире для того, чтобы добиться своей цели. Мы понимаем, что мир не такой простой, и у детей случаются неудачи. Когда у них случаются неудачи, то у них первое желание – это пойти домой, побежать домой и поделиться это со своим отцом, со своими родителями. Потому что дом – это должно быть место, где там все безопасно, где тебя любят, где тебя примут, где тебя поймут. И где тебе будут сострадать. Но я заметил, к сожалению, сегодня христианские дома, многие разы, они наоборот бывают. Бывают дома критики, дома отклонения и дома эмоционального отстранения. Детя не понимают, где тебя не выслушают. И знаете, когда дети приходят домой, и отцы их не хотят выслушать, и не хотят принять их, и не хотят понять их, то они теряются. Они не знают тогда, кому идти, кому бежать, у кого спросить ответ, у кого спросить вопрос, у кого спросить совет. Кто бы их мог бы выслушать, кто бы их мог понять, и кто бы мог бы им подсказать, как правильно поступить в какой-то ситуации. Я разговаривал с многими людьми, и некоторые даже со слезами мне говорили. Разного возраста, между прочим. Говорили, знаешь, а мне мой отец никогда не говорил, что он меня любит. Или, а мне отец никогда не говорил, что он мной гордится. Или, знаешь, а мне отец только всегда критиковал. Он никогда мне ничего не подсказывал, никогда меня не выслушал, он только меня всегда критиковал. Сегодня миллионы мужчин сидят в тюрьмах, которые пишут письма, пишут стихи, пишут песни о своих матерях. Но если упоминается имя отца, то у них появляется на лице злость, у них появляется на лице гнев, у них появляется на лице боль. Сегодня миллионы женщин стоят на углах и продают свое тело. И, знаете, они только хотят почувствовать какое-то прикосновение мужчины, почувствовать какую-то, может, ласку мужчины. И их сердца, они уже настолько закрыты, что они, наверное, уже никогда не откроются для любви. Но когда у них спросят об отцах, то они также скажут, что их отец никогда не любил, их отец никогда не был для них там, чтобы им помочь. Знаете, я думаю, главная причина, почему сегодня дети уходят из церкви, это не кино, это не видеоигры, это не школы, это не друзья какие-то. Я думаю, самая главная причина, почему сегодня дети уходят из церкви, это все происходит дома. Это все их отношения с их отцом. Знаете, их сердце, оно не заполнено, у них какая-то дыра в сердце есть. И они хотят одну дыру наполнить, которая не была наполнена их отцом. И вот они чувствуют себя каким-то нежеланным, они чувствуют себя некомпетентным каким-то человеком, они чувствуют себя нелюбимым. И они разочаровываются в том, что они были научены, в том, в чем их родители воспитали. И они тогда начинают восставать. И они начинают искать ответа в чем-то другом. И они начинают искать ответа где-то за церковью, где-то за семьей, где-то там, где они еще не были. Но мы понимаем, что они там никогда не найдут ответа. И может быть, здесь некоторые из вас есть, которые потеряли контакт с вашим ребенком, потеряли контакт с вашим сыном или дочерью. И может вы и плачете, может вы и молитесь, может вы и поститесь, но смотрится, как будто только между вами эта пропасть, она растется больше и больше. И вы не знаете, что уже делать. И вы, может, когда-то и пробуете с вашими детьми разговаривать, но они смотрятся гордыми, они смотрятся надменными, они смотрятся жестокосердными. Но я вам могу пообещать одну вещь. То, что под этой гордостью, под этой высокомерностью, под этой жесткостью их сердца, там больное сердце. И это больное сердце, они маскируют вот этой всей гордостью, этой всей крутостью. Может, вы никогда не имели близкого общения с вашим сыном, с вашей дочерью, как мужчина с мужчиной, как мужчина с женщиной. Вы бы хотели этого бы. И я вам могу тоже пообещать, что ваши дети этого очень сильно хотят. Они не то, что даже хотят, а им надо это. Но вы, опять же, не понимаете, как это сделать. Знаете, ваши дети этого хотят, но они боятся, они боятся критики. Они боятся, что их, опять же, не поймут. Они боятся, что это им не поможет, а это принесет им еще больше боли. Если у вас есть эта проблема, то начните с себя, откройтесь от себя, откройтесь им, покажите им, что вы сами человек, что у вас есть также проблемы. Расскажите им о своих, может, каких-то слабостях, расскажите о своих переживаниях. Потому что я уверен, что если у вас эта проблема есть, то ваши родители тоже вам причинили боль. Расскажите им. Я вам обещаю, что если вы расскажете им что-то, оно может займет время, оно может не сразу случиться. Но со временем, я обещаю, у вас начнется, они вам тоже начнут открываться. И со временем вы увидите, что у вас начинается идти сплачивание, сплочение. Потому что я уверен, что ваши проблемы те же самые, что и их проблемы, просто разные, разные времена. Мать, она никогда не заменит то, что может сделать отец. Потому что вы, как отец, вы имеете власть над сердцем вашего ребенка, вы имеете ключ от сердца вашего ребенка. И то, что вы с ним сделаете, от того будет зависеть будущее вашего ребенка. От того будет зависеть его счастье, его отношения с другими людьми, его удача или его успех. И бывает даже и спасение. Я вам в конце просто хочу сказать такое, то, что хочет слышать каждый ребенок от своего отца. И, конечно, самый лучший пример отца и ребенка, это есть отец Бог и Иисус Христос. Марка 9, 7. И весь облако, осеняющее их, из облака и шел глаз, глаголющий. Сей есть сын мой, возлюбленный, его слушайте. Видишь этого парня? Это мой сын. Я его люблю. Ты его послушай, он знает, о чем он говорит. Ты видишь этого красавица? Это моя дочка. Я ее люблю тоже. Ты больно сделаешь, получишь. Вообще, я хочу вам сказать спасибо за то, что вы слышали. И спасибо за вашу трудную работу. Аминь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.